МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Это полезная программа. А это значит, настало время приобрести новые знания и опыт. Поехали! Аня, о чем ты задумалась? Егор, скоро 23 февраля, я даже не знаю, что подарить коллегам-мужчинам. А не может быть кофе? Отличный вариант для подарка. Наш корреспондент Максим Пушкарев выяснил вред и пользу этого напитка. Удивительная новость для любителей кофе. В США из черных зерен извлекли кофеин и заменили его валерьяной. Такой напиток не бодрит, а напротив вызывает сонливость. Теперь кофе можно пить и днем, и ночью. Только насколько полезна эта черная жидкость? Для поднятия настроения. Максим Грицан в прошлом профессиональный бобслиист. Даже и не думал, что чашка бодрящего напитка может так резко изменить его жизнь. Однажды на очередных соревнованиях в Европе он попробовал швейцарский кофе. И влюбился в него. Завязался спортом и открыл свой кофейный бизнес. Напиток, который находится в чашке, выпиваешь его, и не описать эти ощущения очень приятные. Сам Максим выпивает не меньше четырех чашек крепкого эспрессо в день. Доказан эффект отрицательного кофе в том, что нарушается всасывание некоторых микроэлементов, таких как кальций, магний. Последствием этого могут быть плохой вид кожи, слоящиеся ногти. По мнению врача-кардиолога, кофе нужно употреблять в меру. Не больше двух чашек в день. И только тем людям, кто не страдает повышенным давлением. Но если одни доктора считают, что этот напиток плохо влияет на кожу, другие, наоборот, предлагают для ее омоложения употреблять пищу в кофейную гущу. И это еще не все плюсы. Если пить воду перед тем, как употреблять кофе, то можно добиться кратной очистки организма от кислых метаболитов, которые будут очень вредными свойствами. Полезно знать, кофе устраняет неприятные запахи в шкафах и холодильниках, нейтрализует щелочную среду и борется с вредителями. В считанные секунды очищает плиту и посуду. Аня, я слышал, что этот напиток помогает для похудения. Да, действительно, правда, речь идет о зеленом кофе. Но я не пробовала. Мне кажется, что самый лучший способ – это все-таки велнес-тренировки. Кстати, дамы, близится День Святого Валентина. Поэтому у вас еще есть время привести свое тело в норму, для того, чтобы удивить своего мужчину. Велнес – это современный подход к здоровому образу жизни. Это высокоэффективные тренажеры и новые технологии. Но прежде всего, велнес – это миллионы счастливых женщин по всему миру. Знакомьтесь, Елена – одна из них. Несколько месяцев назад она впервые пришла в велнес-клуб. Домохозяйкой я стала недавно. Появилось очень много свободного времени, потому что дети уже подросли, живут от нас отдельно. И я решила в свободное время посвятить себе. Для Елены очень важны комфорт и атмосфера, в которых проходят занятия, а также возможность общения с людьми, у которых схожие интересы. Мне нравится, что занятия проходят по записи, что составляется индивидуальная программа для каждого, что в зале нет мужчин, и я не стесняюсь заниматься. Елена поставила перед собой несколько задач – укрепить мышечный корсет, стать более гибкой и сбросить лишний вес. Регулярные тренировки три раза в неделю по полтора часа проходят по индивидуальной программе, составленной инструктором. И первые результаты уже налицо. Я похудела на 6 килограммов. Родные заметили это, похвалили меня, и мне хочется заниматься дальше. Один из любимых этапов занятий – процедура прессотерапии, которая заканчивается каждая тренировкой Елены. Она помогает решать проблемы, связанные с малоподвижным образом жизни – целлюлит, дряблость кожи и тяжесть в ногах. Прессотерапия после тренировки позволяет расслабиться и закрепить результат. После прессотерапии я ощущаю блаженство. В теле появляется легкость, воздушность. Очень приятно. Прямо сейчас в велнес-клубах «Спорт Делюкс» лучшие цены на абонементы сроком 3 месяца. Инструкторы клуба подберут индивидуальную программу тренировок. Велнес-клубы «Спорт Делюкс» на Матезалке 9, Батурина 20 и Керенского 56А. Сайт – спортделюкс.ру Это была «Полезная программа». Возьмите наши советы на заметку. А я напоминаю еще больше полезной информации на нашей страничке ВКонтакте. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok